Субтитры создавал DimaTorzok Которые использовали в своей работе совершенно революционные для того времени методы. Благодаря этому на экране оживали удивительные и обаятельные персонажи. Сергей Александрович – народный художник России, лауреат многочисленных международных конкурсов. Он автор иллюстраций к сотням книг, среди которых такие выдающиеся его работы, как «Мертвые души» и «Нос Гоголя» мастера Маргарита Булгакова. Алимов – художник-постановщик спектаклей знаменитых московских театров. А с 1999 года – главный художник театра «Кукол» имени Образцова. Талант Сергей Александрович получил буквально по наследству. Несколько поколений его родственников так или иначе были связаны с изобразительным искусством. О своем детстве Алимов говорит с теплотой и с удовольствием вспоминает о том, как проводил время в кругу семьи, где каждый ее член был творческой личностью. У нас был замечательный сад, бабушка выращивала всякие овощи, у нас была живность. Я очень помню корову чудесную. Это дивная природа, это замечательные пейзажи. Вот я помню очень те дни, я уже юноша, и когда приезжали все мои дяди, тетя с своим мужем, у нее муж был академик строительства, вот, и все садились. Дядя мой был архитектором, один дядя еще геолог, вот все мы когда садились за стол, это была большая семья, в голове которой сидел мой дед, и я всегда вспоминаю это, думал, как это был большой праздник, и как важно в России быть крепкой, сильной, мощной, поддерживающей друг другу семью. И это создавало для меня тот неповторимый мир, который я вот сейчас, закрыв глаза, я вижу перед собой этот летний, жаркий, но уже прохладный вечер, шумящий самовар, бабушка вытаскивает пироги, тут же лежат овощи, только свой мед, который мы с дедом качали. И я вспоминаю это, и я думаю, какое милое и замечательное было мое детство. Поэтому детство, которое связано уже еще, становится с книгой, оно как бы обогащается вот теми радостями и той, такой, какой-то удивительной лилизмом, который я получил в детские годы. Помните, когда мы у вас были в мастерской, а мы посчастливились? Да. Я видел там кукол, вашей бабушке, кажется. Да, совершенно верно. Это тоже совершенно уникальная грань. Да, это другое с маминой стороны, это Майя Якна Артюхова, она училась у Константина Коровина. Моя бабушка стала работать на Евгения Сергеевича Домини. Евгений Сергеевич Домини – это основатель Ленинградского театра кукол. Мне она звонила, и она говорила, Сережа, приходи ко мне, я завтра отправляю куклы в Ленинград, а я хочу, чтобы ты посмотрела. Я приходил, допустим, и я попадал, допустим, я попадал в мир Андерсена, или братьев Гримм, или же сказки Гауфа, или русская народная сказка. Это был целый мир. У вас все как будто происходит из детства. Конечно, конечно. Что вы взяли книжные графики? Конечно. На кинематографе отчасти? Ну, кинематографе как? На кинематографе все-таки был... Конечно, мы все дети, безусловно, все были поражены, потрясены после войны, когда появился сначала Бэмби, потом появился Белоснежка и Сенегномов. Ну, конечно, это была разорвавшаяся бомба. И, естественно, я, как и все дети, был, конечно, под таким влиянием. Но я не думал, что я выберу именно эту профессию. Когда я заканчивал художественную школу в Московской, я думал пойти в полиграфический институт, чтобы заниматься иллюстрацией. Я уже рисовал дома, я много... Я выбирал свою любимую литературу. Кстати, не детскую. Я, помню, рисовал Стивенсона «Остров сокровищ». Я рисовал иллюстрации к Ремарку. Я рисовал... Я рисовал... Даже больше того, я рисовал, я помню, поднятую целину. Потому что у нас в школе была задача такая, с таким уклоном, какую-то сделать советскую классику. У меня уже было много иллюстраций. Но был момент, когда один из моих друзей, такой есть художник замечательный, Валерий Левенталь, он был художником Большого театра потом. Сейчас он работает и за границей. Он первый поступил в институт. И пришел и сказал, ребят, я поступил в институт, он на год раньше. Приходите, посмотрите, какое-то замечательное здесь. И мы пошли все. И когда я пришел в институт, в Авгиг, да, и когда мы прошлись по мастерским, посмотрели обстановку, как-то несколько... И мы решили, что мы пойдем в Авгиг. А на какое отделение? Ну, естественно, я пойду на отделение мультипликации. Потому что это... А почему? Потому что что такое мультипликация? Это ожившая иллюстрация. Возьмите, скажите мне, пожалуйста, вот, допустим, комикс, допустим. Ну, это же иллюстрация. Только в развитии, во временном пространстве. Только это еще на листах бумаги. А когда это на пленке, уже пошло время. Это... И вдруг я почувствовал, оказывается, это замечательно. Искусство, обладая трехмерным пространством, да, вдруг получает четвертое пространство. Изобразительное искусство. Кино как бы само по себе, оно как бы и замысленно. Это жизнь, а жизнь движется, жизнь течет во времени. А вот искусство вдруг начинает... Тоже мультипликация начинает ожирать. И становится временным искусством. Поэтому меня это очень привлекло. И я с удовольствием пошел. Тем более, что было интересно. Я учился у Юрия Ивановича Пименова, потрясающего художника, замечательного. У Бориса Николаевича Яковлева, у Федора Семеновича Богородского. Это все-таки классики советского искусства были. Это были великие мастера. Вот я скажу, Юрий Иванович, вот вы посмотрите сейчас его работа. Это великолепный. Как сейчас, вы понимаете, сейчас настолько все это приняло. Сейчас Сотбис мечтает получить. И Дейнеку, и Пименова, и Богородского. И это уже с такого становится классиком мирового плана. Так что институт мне тоже дал еще и педагогов, которые мне тоже, так сказать, были учителями. Я им благодарен за это очень в жизни. Вот переход уже в работе, в мультипликации. Мне пришел очень интересный момент. Я окончал институт, был уже на пятом курсе. Когда ко мне подошел мой Сазонов, там картина одна собирается, режиссер просит. Не хочешь поработать немножко на «Союз» в мультфильме? Ну, я сказал, что, конечно, с удовольствием. На следующий день собрал рисунки. А у меня было очень много рисунков сделано дома, помимо заданий в институте. Я собрал эту папочку, принес. Я встретился с режиссером... Это первый раз мы познакомились с Хитруком на «Союз» в мультфильме. И у него работала группа молодых выпускников курсов мультипликационного. Молодых, талантливых и очень ярких ребят. И когда я показал свои работы, мне было сразу предложено работать на картине «История одного преступления». И вот это была первая работа моя. Это был мой диплом, но помимо этого я защищался еще серией листов. Помимо фильма еще я делал серию листов к трехгрошовой опере Бертольда Брехта. И это тоже, в общем, так и осталось для меня, такой векой. Это же чистый был графический цикл, помимо кино. А дальше уже пошла топтышка. Дальше пошел человек в рамки, дальше пошел каникул ванифация и так далее. Премудрый пискарь. И одно за другим. И надо сказать, что я очень надо... Так вот я сейчас смотрю на пройденные эти работы. Я считаю, что сейчас, когда появился компьютер, который облегчает намного работу, ну и как бы немножечко лишает непосредственности, непосредственной руки, понимаете, дыхания. Компьютер вообще, надо сказать, великое изобретение может быть, но мультипликацию он начинает немножечко, так сказать, подавлять. Ну, кстати, на заселенной компьютерной технологии возникла уже новая мода. Любовь ко всему сделана руками. Ну да, но, понимаете, вот я вам сказал, а мы что делали? Мы ввели перекладку в фильме. Это было все ручное. Мы же уходили от такой фабричности студии, как у Диснея, где мы вновь фактурность. Один делает одно, второй, третий, четвертый, пятый. Как Чаплин, помните? Чаплин в «Новых рюкзах». Уже в тонкий момент. Все так или иначе отдавали должное Диснею, потому что... Обязательно. И я им отдал. И влюбились. И я им отдал. Но должен я сказать. В то же время с ним полемизировали. Но с другой стороны... А нет, когда мы делали, мы, конечно, полемизировали. И мы старались отойти от механичности, которая существует в производстве. Дело в том, что мы сейчас видим его последствия всего этого. Мы приходим на прилавок и видим это под Дисней сделаны эти обложки чудовищные, на которых начинают воспитываться дети. Страшно просто. Иногда. И поэтому, мне кажется, вот я когда прихожу сюда, в вашу библиотеку на выставки, когда здесь бывают выставки художников, а мне кажется, что это стала библиотека, выставочным залом такой, так сказать, но настоящих книжных графиков. И хорошо, что здесь такой... Создана такая атмосфера высокого искусства, книжного искусства. И здесь нет дешевых вещей. Здесь всегда прекрасные выставки тончайших, изумительных художников нашего времени. Спасибо. Вот тот стиль, который все стали узнавать, ваш стиль, да, с четко выставленной композицией, рисунком, подбором цветов, там, где они есть, он возник сразу? Я думаю, что я могу сказать, что все-таки каждый человек, чем замечательен вообще человек, он индивидуален, кем бы он ни был. И неповторим. Вот я считаю, что это вот мы сейчас издают, сейчас пытаются делать компьютерных всяких людей. И я думаю, ну зачем делать, когда Бог создает такое тончайшее произведение? Никакая компьютерная машина, никакой гений никогда не сравнится, что... Поэтому каждый человек индивидуален. Не знаю почему, вот так я, может быть, сложил какие-то влияния. Я, например, очень любил Акимова в детстве, потому что наши... У нас дома всегда были вот эти книги, допустим, помните, у Акимова, который потом театралом знаменитым был, он же был чудесным книжным иллюстратором. И в 20-е годы, он, например, очень много иллюстрировал Анри де Ранье, такого писателя французского. И выходили целое собрание сочинений, и все обложки меня поражали, потому что они были острые, они были замечательно скомпонованы, они были с потрясающими острыми характерами, и это мне очень нравилось. Наверное, иногда мне даже говорили, что у тебя что-то есть Акимовское, но я никогда не откажусь от этого, потому что наверняка, если это на меня производило такое впечатление, то должно было остаться у меня, и, может быть, осталось. Субтитры создавал DimaTorzok